И получается, что мои созревшие семена опередили мой план на целых полтора года. Когда вы находитесь в поле учителя, как вот этой волшебной пылью, она на вас оседает, и вы несете это другим людям, делитесь. Нам сказали, что там все будет происходить очень быстро. И я просто сейчас удивлена, с какой скоростью у меня реализовывались мысли какие-то там. Добрый день, дорогие друзья! Очень рада вас снова приветствовать в нашей рубрике «Жизнь осянь». Я Галина Деркач, автор этой рубрики. И сегодня у нас будет интервью с участниками, которые ездили в Японию на Ламрим 42. И сегодня я вам рада представить этих участников. Айжан Нуржанова, Натали Вардар Сую, Юлия Светенко, Динара Мендышева, Ольга Наймушина, Рауза Дуисибаева и Гузель Абдерашидова. Добро пожаловать всем! И для начала давайте со всеми познакомимся капельку поближе. Расскажите буквально пару слов о себе. Откуда вы и чем занимаетесь? Я начинаю. Меня зовут Айжан Нуржанова. Я сама из Казахстана, из города Алматы. В данное время я живу в Лондоне, я здесь работаю. Систему знаю с 2017 года. А по профессии я работаю в консалтинге финансово-моделировании. Передаю слово Натали. Всем привет! Меня зовут Натали Вардар Сую. Я родом из Смоленска, Россия. Я преподаватель йоги, health coach, как это в русский. И с системой знакомая я с 2017 года. Прошла очень много живых курсов разных. И это у меня был восьмой Ламрим, 42 я посчитала с 34-го. Вот. И рада всех здесь видеть. Передаю слово. Всем привет! Спасибо большое, Натали. Меня зовут Юлия Светенко. Я из Хельсинки, Финляндия. Здесь я уже живу 20 лет. До этого я родилась в Эстонии. У меня, можно сказать, две родины. И я художница. Я рисую. 2017 года я узнала про... Началась моя история о знакомстве с кофе-медитацией. Ну и постепенно там про ручку, про семена и так далее. Такова моя история. Спасибо большое. Я очень рада пригласить Динару. Динара, тебе слово. Спасибо, Юля, большое. Спасибо, Галина, за организацию этой встречи. Меня зовут Динара Медешева. Я из Казахстана родом. Выросла в Алмате. Родилась так же, как и Айжан, и Рауза. Нет, не Рауза. Вспомнила, что Рауза из другого города родом. Я сейчас живу в Канаде. Прожила так же много лет в России, в Лондоне жила. У меня большой опыт финансового аудита. Но какое-то время назад я стала профессиональным коучем, тренером. И на данный момент я являюсь младшим преподавателем в SCIM в колледже Геши Майкл, где обучают преподавателей DCI. Я являюсь преподавателем DCI. Я также начала заниматься университетом, помогать университету Геши Майкла организовываться. И также являюсь переводчиком многих разных программ. Так что добро пожаловать на нашу встречу. Доброго времени суток. Я Оля. Уже 18 лет я живу в дочери в Лондоне. Ручки я услышала с 2017 года. С 2020 года я прохожу курсы ACI. И также участвую в волонтерских программах, проектах, как переводчик. И теперь уже как куратор после поездки Ипуни. И также по профессии я телесно ориентированный психотерапевт. Спасибо. Здравствуйте. Я приветствую всех. Меня зовут Рауза Досибаева. Я из Алматы, Казахстан. Система знакома с мая 2016 года. Ну, из таких памятных вещей закончилась я и 18 курсов. Спасибо, Рауза. Всех рада видеть. Спасибо, Галина. Меня зовут Гузель Птрашитова. Я тоже изучаю ручку больше 5 лет с 2017 года. Мы с Айжан вместе начинали и дружно проходили эти курсы. Курс за курсом. Также мы сейчас обучаемся в колледже. И я полностью посвящаю свою жизнь курсам. И программы сейчас продолжаем. Добро пожаловать на нашу встречу. Спасибо. Спасибо огромнейшее. Вы стали невероятным примером поездки в Японию. Это было чудесно на вас смотреть. Спасибо огромное, что делились этими потрясающими фотографиями, видео, которые вы нам присылали, для того, чтобы мы ощутили вот эту атмосферу японскую. Там, где собираются огромное количество людей, которые изучают ACI, DCI и вместе с учителями проходят знания. Скажите, пожалуйста, как вы создавали семинар для поездки в Японию? Я знаю, что это другая сторона, может быть, это кому-то окажется очень дорого, может быть, что-то с визой. Как у вас получилось это сделать? Вот это вот соединение с учителем на живом мероприятии. Поделитесь, пожалуйста. Я думаю, что сейчас это очень многим будет актуально, потому что впереди еще достаточно много таких живых мероприятий. Если начать с меня, то я не могу сказать, что я специально сеяла семена для этой поездки. Но у меня, я думаю, были уже с прошлого очень хорошие семена, но мне нужен был толчок, чтобы эти семена раскрылись и привели меня в Японию, в Киото на это замечательное мероприятие. Наверное, мною двигало, вот толчком стало сильное желание выполнить указания у учителей, потому что это случилось в последний день колледжа. Хорошо помню, в воскресенье было, и Маша сказала, вы все должны обязательно постараться быть на этом мероприятии вместе с учителем. И она об этом говорила, я ее слушала и уже параллельно начала вот прям набирать и искать, и проверять. Интересно, я знаю, что мне нужна виза, есть ли там возможность получить визу. И в воскресенье у меня было сильное желание выполнить желание, вот указание учителя нашего. И пока я ее слушала и проверяла в интернете, оказалось, что в среду уже есть запись в посольство, я записалась, за два дня собрала документы. И вот как-то одно за другим, одно за другим все сложилось. Я думаю, мы всегда должны сеять хорошие семена, чтобы их вытащить в нужный момент. Благодарю. Я тоже согласна с Альжаном, я не сеяла тоже специальные семена для этой поездки. Но просто в течение долгого времени я много путешествую и сажала много семян соединения. И много посвящений делала, соединения с учителем. Когда я занималась переводами или чем-то, то есть у меня всегда была эта картинка, как другие соединяются с учителем вживую. И у меня было очень сильное желание после пандемии поехать сразу же на какое-то мероприятие, мероприятие обучения Геши Майкла Роуча, нашего дорогого. И я не попала в Diamond Mountain, буду медицины, то есть я планировала. И потом у меня было твердое решение, что на следующее я просто поеду. И вот эти вот посвящения, я думаю, и радость за даже нашу Олечку Крайнюк, которая была в Diamond Mountain. И вот она постоянно нас держала в курсе. Но вот такая 24 часа кофе-медитацию у меня так получается держать за других, за их успех и за их соединение с учителем. Возможно, помогло раскрыться вот этим семенам, что я беспрепятственно попала на это незабываемое мероприятие. Спасибо большое. У меня получилась такая история, что когда я услышала об этом приглашении на мероприятие, это была такая важная новость. И первое, что я сделала, я проверила относительно визы. И смотрю, что как раз в октябре для жителей Финляндии, у кого финское гражданство, отменили визу. То есть я поняла, что дорога открыта. То есть для меня удивительным образом открылись семена. Конечно, у меня были определенные там препятствия, о них позже расскажу. Но что дальше произошло? В этот же день у меня появляется партнер по четырем шагам. При том, что у меня такие удивительные семена, что партнеры по четырем шагам обычно меня сами быстро находят. То есть они появляются либо вот перед тем, как я успеваю сообразить, что мне нужен партнер по четырем шагам, либо сразу в ближайшее время. И мы тогда созвонились с ней, прям меня откладывали в тот же самый день. И я этим возможностям, когда видела, у нас был общий чат, тех, кто хотел поехать, кто собирался, обдумывал поехать в Японию. Когда я видела какие-то подвижки у кого-то там, кто-то визу получил, а кто-то уже все успел купить и билеты, и все организовать свою дорогу. Я за это радовалась. И я это понимала, что это близко. И знаю, я очень этому радовалась. Ну, насколько могла. И наблюдала за тем, чтобы не завидовать. То есть это была очень важная практика, потому что... Если бы я начала злиться, завидовать, я бы подпортила себе свои семена. И что еще я делала? Для меня очень важным было моментом это прояснить свою мотивацию. Зачем я это еду? И когда у меня появилось... Произошло такое осознание сильной мотивации, это то, за что я держалась и что меня двигало для того, чтобы это мероприятие произошло в моей жизни. Спасибо большое. А можешь поделиться, вот это осознание, для чего ты приехала туда? Если возможно. К сожалению, я не могу до конца рассказать свою мотивацию. Это очень для меня сейчас пока личная тема. Но я могу сказать, результат этого касается как моего личного счастья, так и счастья других живых существ. Поэтому это вот из этой серии, это очень большая была мотивация. Благодарю. Спасибо. Вау, как вдохновляюще. Я тоже, наверное, так же, как и другие, особенно прям для Японии, семян не сеяла. Потому что это так достаточно быстро развернулось. И вот, как Айжан сказала, Гешила сказал нам в колледже, что вот будет его день рождения, 70 лет. И я в первый раз услышала и подумала, я прям помню эту мысль, где я и где Япония, где Канада и где Япония. Ну, тем более Торонто, это совсем другая часть Канады, это не Ванкувер. И я для себя закрыла эту тему, думаю, ладно, все, ну, в следующий раз, да, буду. Тем более, что я хотела поехать на, вот как Натали говорила, в Даймонд Маунтэн на ретрит Будда Медицина. У меня не получилось тоже из-за визы, и я для себя решила. Ну, значит, в следующий раз в апреле поеду, там, на следующий ретрит, получается. И все, и как-то решила. И потом я слышу эту новость, и такая, ну, где я и где Япония, это, ладно, это, типа, отложим. Ну, не для меня это вот что-то такое, я для себя решила. Потом второй раз решила, тоже в колледже. Он еще раз, в конце уже колледжа, еще раз говорит про это мероприятие и приглашает всех. И я такая, я прям загорелась. Я уже в этот момент начала смотреть билеты, думаю, вот надо поехать. Билеты вроде есть, они доступны, там, ну, цена, конечно, приличная, но все равно они есть, то есть это доступно. И все равно у меня, как бы, были разные вопросы, разные сомнения, которые я решила, там, ладно, я подожду, посмотрю, как будет. Потом меня добавляют в этот чат, где все вот собираются, про которые сейчас Юля сказала. И я понимаю, что и это собирается, и это собирается. И туда подали, и туда подали. И я такая, а что такое? Все побежали, и я побежал, да? А с другой стороны я подумала, но зато другие, они как бы открывают дорогу. И я поняла, что, в принципе, если другие у них получаются, то почему бы у меня не получилось? И я тогда начала как раз действовать, и решила, ладно, подам на визу. Виза у меня там аж на 29 ноября только собеседование назначили. Лететь уже 13 декабря. Ладно. И я как-то расслабленно достаточно шла к этому процессу, и в итоге это получилось. Но если говорить именно про семена конкретные, какие я сеяла, какие, я думаю, сработали, это вот как похоже с Наталией, с Айжанной. Я предполагаю, что это семена переводчика, где я очень часто это использовала и соединяла учителей и студентов со знаниями, с мудростью. То есть я была вот этим самым проводником, получается. И второе, наверное, то, что я действительно делала, это я делала, взяла вот этим летом для себя, вот действительно, как для соединения с учителем, и ее каждый день выполняют. То есть мне кажется, вот эти семена достаточно как бы сработали для того, чтобы у меня получилась просто поездка, потому что, опять же, я и планировала, я думала, ну, где-то в апреле, наверное, поеду. Поэтому, ну, и мотивация, конечно, тоже, как июля, сейчас поделилась, тоже сработала. Истинная цель была встретить своего учителя вживую, в мой первый раз. И когда я услышала о Киото, на самом деле я, как у Динары, тоже такое, ну, это вообще какая-то недостижимая, частная какая-то вечеринка только для эксклюзивных людей. Вот. И у меня, на самом деле, уже был план. Я планировала поездку каким-то образом где-то пересечься с учителем в первой половине 2024 года. И получается, что мои созревшие семена опередили мой план на целых полтора года. И что я с этим сделала? Что я сделала? На самом деле у меня есть кармический партнер, который, которую я, которую женщину я регулярно вожу в больнице и в больнице. Вот. И вообще я люблю заниматься перевозками. Кому-то что-то подвезти, подъехать, завезти. Мне это всегда очень нравится. И пару месяцев, а как раз после того, когда я услышала Киото, мне позвонила подруга, и весь день она из Лондона в Москву, ну, то есть это были сложно, очень важные документы. И это было за вознаграждение. И я подумала, ну, хорошо, за две тысячи долларов я сделаю это, хорошо. И, вы знаете, я получила 10 тысяч за эту сделку за сутки. Мне сказали, ну, может быть, ты готова будешь ехать в Киото? Конечно, у меня уже есть на это деньги. И время тоже оказалось очень удачно совпало. И вот таким образом так получилось, что это состоялось. Спасибо. Фантастический, суперрезультат. Потрясающе. Спасибо. Вдохновляющий историк. Такая оленькая. Ну, я честно скажу, что я не собиралась в Киото. Мне написали два человека в личку. Я не в колледже, но Айнура Лосубекова, она в колледже обучалась. Сначала она мне написала, потом я написала Майну Лосубекова, потому что Майна собиралась. И я так как-то, ну, как-то я не принимала решение поехать. Но мы проводили в конце ноября ICI. У нас здесь в Казахстане. Мы запустили ICI-1. И вот на вторые выходные прилетел Сайжан. То есть мы преподавали вместе с Сайжаном вторую часть ICI. И завтра коллег. Поехать. И на самом деле я посетила Силклай МБСИ мероприятия в Киеве, в Москве, в Алматы, когда до пандемии Еши Майкл приезжал один раз в году на русскоязычное пространство. То есть я знаю, что такое соединение с учителем. Я была в Даймонд Маунте, и я помню все ощущения. Естественно, на самом деле, в глубине души, я думаю, что я хотела этого. Достаточно быстро все сложилось. То есть прям как пазл. Раз-раз-раз такое ощущение, что у тебя вся вселенная помогала. Я в конце ноября приняла решение. Тем не менее, успела визу получить, успела все оплатить. Ну, я подозреваю, что активизировали семена. Я, в принципе, с марта 2017 года уже делюсь этими идеями. Я бизнес-тренер. Помогаю многим соединиться со своей мечтой. И, соответственно, многие вещи, которые у меня возникают, они достаточно быстро сбываются. Поэтому, Айжан, я тебе очень благодарна за то, что ты... Как Еши Майкл говорит, слушайте всегда внимательно другого человека, потому что он может вам сказать то, что является вашей сокровенной мечтой. Вот Айжан озвучила эту мечту. Спасибо, Рауза. Спасибо, девочки. Очень здорово заново переживаешь все эти эмоции. Я, на самом деле, всегда держу в голове такую мотивацию, что я хочу быть ближе к учителям, я хочу быть рядом с учителями, я всегда использую возможность Олечке Крайнюк там где-то помочь, кому-то попасть на курс, какие-то семена посеять, чтобы быть введение с учением, пусть это онлайн, оффлайн. И, конечно же, я знаю, что такое оффлайн. Когда-то давно я первый раз решила поехать в Украину на 15-й, что ли, курс. Просто Максим заявил о таком, что я хочу 270 человек на курс. И уже курс начинается. И он опять говорит о том, что приезжайте, приезжайте. Я такая, люди не собираются, что же делать? Ну, почему-то я решила, что вдруг не собираются, хотя было больше людей. И мы начали собирать сборы. Я со всеми, я сказала, они вот так на меня смотрят, какая Украина, ты что, с ума сошла? Но я собралась и поехала. И я понимаю, что эта поездка изменила мою жизнь. И Питер, наш учитель, сказал о том, что когда вы находитесь в поле учителя, вы как бы, как вот этой волшебной пылью, она на вас оседает, и вы несете это другим людям, делитесь. И, конечно, у меня была высокая мотивация. А поделитесь, пожалуйста, какие у вас были ощущения, когда вы приехали в Японию? Вот что больше всего впечатлило? Может быть, кухня, может быть, сама страна, там, деревья. Ощущения были невероятные. Что такое вот прям у вас вау-эффект такой на вас произвело? Меня все впечатлило. На самом деле я мечтала поехать в Японию очень давно. Но еще будучи студентом, не знаю, зачем и почему, как второй язык, дополнительный факультатив, я изучала японский язык. Я, конечно, сейчас ничего не помню из того, что язык давняя-давняя мечта. И тут она существовала с таким невероятным образом. И она объединилась. Да, вот. Возможно, можно встретиться с учителями, маленький. И мне там было очень-очень удобно и комфортно. С едой, конечно, были сложности. Но... И я тоже изучала культуру, как айжан. И, видимо, семена какие-то были посажены. Но я встретилась с своим турецким мужем, пришла замуж, и форс-мажор не улетела. Но семена были посажены. И все слова, которые я помнила по-японски, это моши-моши, это алло-алло, значит. Вот. И оно действительно сейчас там... В смысле, это произносит. Я везде слышала эти моши-моши. И то место, где мы были, это на самом деле место силы. И нам сказали, что там все будет происходить очень быстро. И я просто сейчас удивлена, с какой скоростью у меня реализовывались мысли какие-то там. Это просто было не просто раз-два, это было раз-два-три-четыре-пять. И вот как раз про тот самолет... А еще меня, знаете, что поразило, что я случайно, я всегда хотела, как энерготерапевт, как целитель, понимала, насколько сильна энергия нашего учителя, я хотела быть рядом с ним больше. И каким-то образом я оказывалась рядом с ним случайно. То ли фотография, то ли там еще что-то. То мы танцевали полчаса рядом с его женой. Но это было невероятно, вот это вот находиться вот в этой невероятной энергетике этого великого человека. И то, что я не улетела в последний день, это я ехала в поезде и думала, боже, я поехала поздно, должна была вот с Динары поехать, поехала, выехала только в пять часов. В одиннадцать у меня самолет. И я еду в поезде и думаю, это очень важно рассказать. Думаю, боже, как было бы хорошо, еще остаться на денечек в Японии, встретиться с Май, погулять по Токио, и, ну, немножко его атмосферой проникнуться. И через два часа у меня не берут на самолет. Натали, вуаля, оставайся еще на денечек. И пришлось, правда, как сказать, огромную сумму денег за это выложить, но это того стоит. Вот такие. То есть все там вот с такой скоростью выполняется. Подумали и... Так что обучение, обучение было очень сильно, и я участвовала в переводе, вот с утра редактировала, был у меня кусочек, это была последняя часть, но это было настолько мощно получать знания от учителя прям вживую. Это очень проникновенно. В онлайне я такого не чувствовала. Вот, это было очень сильно. И еще было очень для меня впечатление того, что я находилась в кругу своих единомышленников, и все были настолько родные и близкие, и ты мог быть абсолютно таким, какой ты есть, со своими недостатками, со своими плюсами, и тебя воспринимали действительно как члена семьи. И я всем очень благодарна, не успела всем сказать, девчонки, за то, что вы были со мной там рядом. Спасибо, Натали. Я сейчас тоже расскажу, что меня впечатлило. Я живу в Хельсинки. Хельсинки — это очень чистый город. Но первое, что меня впечатлило в Киото, это чистота. То есть это еще чище Хельсинки. Это было что-то невероятное, и казалось просто, что улицы словно вымыты, то есть они настолько чистые, как будто они намыты, вымыты. Это было очень большое впечатление. И при том, это не только в одном месте города, это в городе так. Также то, что впечатлило, это тротуары на улицах. То есть мне нужно, когда я шла к отелю, мне нужно было пройти по одной улочке, и в моем, я ожидала, что это будет, ну, улочка такая достаточно широкая, там будет какой-то тротуар. Но по факту это была достаточно узкая улица между домами, и тротуара, как вот такого приподнятого, да, отчасти улицы не было. Он просто, тротуар был отчерчен краской. То есть он был на одном уровне с дорогой, где идут машины. Это было очень необычно. Очень легко было в городе ориентироваться. То есть вообще, ну, я, конечно, понимаю, что это мои семена так удачно проросли, но мне было очень комфортно. Я очень много походила пешком по городу, и было очень комфортно и безопасно. То есть тоже это очень радует, потому что я люблю гулять, и люблю ходить пешком, и вот в частности поздно вечером, или даже вот ночью. Я и в Хельсинки тоже люблю на прогулки выходить в это время, и мне было безопасно. Это тоже было очень приятно. Что еще мне очень понравилось в Японии, это вот их традиция, как говорить спасибо, и вот кланяться, да, вот этот поклон. Это просто вот бальзамное сердце был. В Финляндии, в Хельсинки тоже для сравнения у нас вот эта вот культура говорить спасибо, она очень-очень развита. То есть если ты работаешь, например, на кассе продавцом, за день там тысячу раз можно спасибо успеть сказать. Вот. И здесь в Японии к этому спасибо еще вот добавлялось вот этот поклон, и это прямо было очень-очень-очень приятно. И самой кланяться другим, и вот видеть, как другие тоже это делают неторопливо, вот так осознанно, не между делом, а вот фокусируясь на том, чтобы сказать спасибо. Что еще впечатлило? Множество буддийских храмов. То есть они просто были повсюду в городе. Это было очень радостно, здорово, и тоже неожиданную статуи Будды в разных частях города радовало. Также очень высокое небо. Это очень красиво, когда вот ощущается огромное пространство над головой. И часто небо было чистым, голубым, либо даже когда были некоторые облака, все равно вот это пространство, оно ощущалось. Ну а встреча с учителями, это, конечно, всегда праздник. Спасибо большое. Спасибо, дорогие. Это классно, что вы делитесь. Для меня Япония, это тоже была страна для нас с мужем, страна, в которую мы давно хотели съездить, но все никак не получалось, не выдавалось. Даже когда мы жили в России, тоже не получалось. И тут раз, оно и получилось. И действительно оказалось так, что Япония это страна необычная. Вот я тоже много путешествовала, но вот Наталья не даст оврать. Как я помню, я расскажу, это люди, которые столько вкладывают свое развитие. Например, да, вот один из примеров нам рассказал Агит, что люди в какой-то момент осознали, что они слишком высокомерны, они слишком горделивы, так как они считают себя, считали с самого начала детьми солнца, и достаточно увидели, что у них гордыня преобладает. И в этот момент они решают, ну, видимо, с помощью руководства, они решают, что они будут кланяться друг к другу и всем. Да, и получается, через вот эти поклоны они, соответственно, убирали свою гордыню. Вот то, что сейчас Юлия сказала, это действительно для меня был шок, что на уровне страны и такой вводят, что мы будем всем кланяться для того, чтобы убирать вот эту гордыню и так далее. И много, на самом деле, таких примеров, которые нам рассказывал Агит. что мне очень повезло благодаря Майе и Натали, что у нас удалось еще на следующее рассказать про Японию. Они на результате, то есть это тоже такое, для них это любое, что они делают, это сплошное медитравнение с другими какими-то странами, где я была. И еще, наверное, одно из для меня больших примеров, это то, что мне кажется, жители Японии это одни из тех людей, которые выполняют и придерживаются вот тех самых топ-10 принципов. Ну ладно, не топ-10, но топ-5. Точно. У них даже на храмах буддийских написаны эти топ-5 принципов. И они действительно, большинство из них, я уверена, их придерживаются. И я сейчас вспомнила про как раз таки вот это царство, где все люди придерживались эти кронные страна, вот к этому, если сравнивать. А если говорить не про Японию, то меня все впечатлило. Я просто была в восторге от всего, потому что это было мое первое живое мероприятие, где я участвую, где я была единомышленник. У меня было одно более короткое, но здесь это были люди, которых я вот так вот в онлайне почти каждый день вижу, а тут вот они вживую, и вот они, можно их потрогать, можно их пощупать, можно их обнять, можно вместе порадоваться, можно вместе пойти после занятий тортик попить с чаем и пообщаться, и поболтать. То есть это было столько эмоций, столько вот этого живого общения, которого на самом деле вот мне лично не хватало, и я просто была в восторге. И особенно это были люди, даже независимо от того, из какой страны они приехали, все были в одной теме, все были вот именно про вот служение, про служение учителю, про служение знания, дарми, и все вот были вот в этом, и получается это было просто волшебно, восхитительно, я просто не могу передать это вот как словами, мне кажется, это такой огромный-огромный опыт. Я была первый раз, но я уверена, что вот там другие девочки, которые были не первый раз, вы тоже это все каждый раз ощущаете, каждый раз, когда вы там находитесь. Ну и, конечно же, Геша Майкл, само его присутствие, вот как Наталья сказала, и другие девочки, то, что действительно вот некое какое-то опыление, какое-то волшебное аура, которое вы просто-просто ощущаете, и до меня до сих пор какие-то вещи доходят, догоняют, и это просто невероятно. Вот видеть вот так живого учителя, иметь возможность дотронуться, рядом побыть, там побыть с его близкими людьми, кто с ним рядом постоянно, увидеть, как они служат ему, как они его оберегают, как они о нем заботятся. И вообще вот это вот для меня, наверное, если говорить объединить это в одно слово, то это поездка, прослужение. Япония – это тоже страна, которое тоже много вкладывает в это слово, и другим оно служит, и так далее. И поэтому вот это вот было что-то невероятное, которое сложно передать словами. Я готова поделиться большими деталями, если хотите, но позже. Спасибо большое. Что у меня впечатлило в Японии? Это, конечно, люди. Ну и японцы тоже, но на самом деле люди на нашем мероприятии. Зал был абсолютно полон и состоял из президентов компании, директоров, руководителей, крутых учителей, профессоров. Это просто высшего порядка крутые люди. И я увидела в этих успешных людях такое уникальное качество. Оно присутствовало у всех абсолютно. И у вас тоже, девочки мои. Их посвящение жизни другим. И через невероятную трудоспособность они все время посвящали свое время встречам, работе, переговорам. В общем, но они не казались такими, знаете, взмыленными. На самом деле наоборот. Они были в их состоянии легкости, радости. И это, конечно, здорово и волшебно побыть в такой атмосфере. Это здорово побыть, почувствовать и принять их опыт. И однажды быть такой же. Спасибо. Да, я уже раньше была в Японии. Мне посчастливилось 20 дней там быть. Мы ездили по разным городам. Токио, Осака, Киото, Коба, Нара. Поэтому я была знакома с этой страной. Но когда впервые я была там, меня, конечно, страна очень сильно удивила. И вот это вот их традиция. А мы ездили по предприятиям Панасоника. То есть это достаточно серьезная компания. То есть я видела, как утром выстраивается весь коллектив. И президент компании кланяется своим сотрудникам. И потом они идут, занимают свои рабочие места. Вот это меня очень сильно поразило. И поэтому на этот раз я поехала чисто целенаправленно сразу в Киото. И там очень много храмов. Нам посчастливилось посетить некоторые храмы. Но как бы больше всего, что, естественно, там и люди, и кухня, и вот красота всех этих храмов. Это вся культура. Это все очень поражает. Это страна с очень мощными ценностями. Мы помним, когда случилось Покусима. Никакого мародерства у них не было. Настолько у них внутренних ценностей. И, ну, мне вот это прибыль с учителями мне больше всего понравилось. Потому что сразу же в первый день, когда туда пролетела, у меня начинали, говорит, ну что ты, который пришел в Киото, давай в Уссутке на пару дней остановимся. Я в Уссутке уже тоже была достаточно долго. И вот я сразу приехала, когда они позвонили, сказали, что учителя уже там, мы сидим, кофе пьем, давай, Роза, подтягивайся. А потом ужинали с Марией, Питером и Марией, нашими длинными учителями. На следующий день мы обедали с ними. Вы же понимаете, что вот это общение очень близкое с учителями, оно дает, ну, совсем другой заряд, совсем другое вдохновение. Ну, уже о самом мероприятии нужно говорить отдельно. Там, вот, как Оля сказала, меня поразило больше всего, что там были люди, они были просто легенды. Вот Геша Майкл поднимал их, представлял их, и я понимала, что это люди, которые пропустил там преподобную жизнь, которые уже более 40 лет, там, вместе с ними такие проекты делают. То есть каждый человек, он тихо, скромно ходит, там где-то в уголочке сидит. А на самом деле, они такие... Она просто фирма, ты дизайнер этих изделий, она их изготавливает, она их продает, и вырученные деньги она перечисляет в ICI. То есть это просто... И вот так буквально каждая история. Геша Майкл, помните, на последнем, уже в последний день, он поднимал каждого, говорил о нем и рассказывал. И я просто была удивлена. И, честно говоря, в какой-то момент у меня даже такой комплекс. Типа, я тут что делаю? Потому что настолько мощные люди, и очень, конечно, было комфортно. Очень здорово, что вокруг Геша столько людей, вот очень мощных, очень крупных, реализующих его проекты. Потому что даже преподобная Джип Мяпунти, она вынесла план Геша Майкла из девяти пунктов о том, что он хотел изучать эту систему, он хотел делиться, он хотел как можно больше литературы поднять, перевести, распространить ее по всему миру. И практически все эти девять такой мощной команды, им было очень сложно было это все сделать. То есть это было волшебство. Спасибо огромное, Ленке. Да, я вспомнила, как Джигме рассказывал преподобной Джигме о том, что этот список у него висел над кроватью. Да, это насколько надо быть преданным. Так, ну что я скажу? Когда я езжу в какие-то поездки, в учебе, я когда приезжаю, все такие, вообще нормально, я куда-нибудь ходила. Я говорю, нет, я училась. Здесь мы с Айжан поехали пораньше, мы выполнили долг, сходили на колесо обозрения, посмотрели. Потом в Киото мы попали в Мишленовский ресторан, так что мне теперь есть, что рассказать моим нормальным друзьям. Мне очень сразу же понравился порядок, потому что настолько легко границы, настолько легко все понятно, везде очереди регулируют, настолько все прям по порядку, по пунктикам, очень быстро и прекрасно. Все понятно, где купить, куда сесть, куда поехать. Все очень здорово. Проблема, что не знает практически никто английский язык. Ты можешь объяснять, объяснять, все вот так тебе кивают, и ты в конце понимаешь, что ничего из твоих слов не было понято. Они не говорят, но он, но я не понял. Они просто гибают. И поэтому здесь надо быть правильней. Что еще? Мудрости, чтобы быть ключом, как в этой стране. Вот как Дзнара уже сказала, что эти люди процессы. Я, конечно, человек, результат, отмена все быстро. И я такая, почему-то так медленно. Но нам нужно всем это учиться, чтобы успевать, да, подумать об этом. Но я не знаю, почему никто не сказал про унитазы. Это же самое главное. Мы все шутим над этим. Но там действительно техника на грани фантастики. И теплые крышечки со всеми всякими функциями. Космический аппарат. Мы все про это шутили. И, конечно же, в Киото храмы. Мы были в невероятных храмах, где тысячи бут, бодхисадв, прям тысячи фигур с разными лицами. И другие храмы. Это настолько духовная страна. Это настолько ценится вот это вот мышление. И про вот то, что поклоны, да, у них места, там рестораны, в офисы ходить. У них такие флаги висят. И чтобы пройти, нужно наклониться. То есть они везде сделали себе такие напоминания. И это очень круто. Это очень здорово. И я, кстати, могу сказать тоже, Наталья и Шан сказала, что поездку в Японию не получилось. Потом у меня приехали подруги, сказали, тебе точно туда, там все, как ваши там эти, да, буддисты, говорят, такие все добрые, хорошие, чаевых не берут. Кстати, не берут чаевых. И я же Майкл задавал вопрос, что, как вы думаете, почему, или кто нам задавал этот вопрос, почему не берут. Я думаю, что у нас был даже пример на Ламриме, что обслуживать, что такое бодхичи, да, что такое равненство, обслуживать, независимо от того, ставить те, чего и не оставят. То есть они вот, ну, как бы дают тебе самое лучшее, конечно, медленно, но процесс у них крутой. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное ваше впечатление. Давайте сейчас перенесемся на сам Ламрим, в этот зал, в эту праздничную атмосферу. Вот вспомните эти ощущения, и что с вами такого особенного произошло, или что-то вы услышали, или, может быть, соединение с каким-то человеком. Вот что самого особенного с вами произошло на этом мероприятии, что вам надолго, надолго запомнилось. Особенно на этих мероприятиях для меня это всегда быть рядом с учителями, со всеми. У нас не всегда есть возможность видеть всех учителей в одном месте, и для меня это всегда самое ценное. Вот наши учителя, это Питер и Мария, и мы стараемся помогать и служить им, насколько нам позволяют наши возможности. Но потом видеть, как наши учителя служат своему учителю, для меня это самая большая ценность. Это вот тот самый живой пример, о котором мы говорим и в DCI, и в ACI, да, вот видеть их живой пример. Для меня это очень ценно. И видеть всех учителей, да, Геша Майкл, там был, там были Коннила, Джейбела, Джигмела, да, Тим, и наши, конечно, Питер и Мария, и другие учителя, и просто их всех видеть для меня это самое важное. И что я делаю, когда я приезжаю на эти мероприятия, когда Геша Майкл, он сидит на сцене, всегда ставят большие экраны, да, чтобы, например, другим тоже, ну, вот было видно. И как бы я никогда не смотрю, стараюсь не смотреть на эти экраны. Я на них смотрю, только когда текст выводят, картинки или что такое, на этих живых мероприятиях. Я вот такими глазами смотрю на учителей. И потому что я хочу этим напитаться и это собой увести. И у меня всегда такое ощущение, когда вот учителя 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 говорят, у меня такое ощущение, я не знаю, почему, но как будто они смотрят на меня и дают учения именно мне. Я уверена, что не на экран, а именно на учителя. Это вот второе, да, вот первое увидеть всех вместе и видеть пример и вот этим напитываться. Второе, например, и для меня самое волшебное на этих мероприятиях то, что происходит за экраном, да, то, что мы не видим, когда мы смотрим это онлайн. Это какие-то небольшие взаимодействия, как они заходят, выходят, разговаривают. Вот каждый этот момент для меня это инсайт и это то, что я пытаюсь записать на свою камеру. и вот это для меня очень ценное. Поэтому я всем рекомендую, если есть возможность, чтобы попасть на такое живое мероприятие, потому что там другая энергия, не знаю, другие это семена, и мы вот знаем, что мы должны бороться с зависимостью, но я считаю, что против одной зависимости не стоит бороться, это зависимость и время быть с учителями. Наверное, вот это вот, видеть всех учителей в одном месте и живыми. Наверное, это самое главное для меня. спасибо. Я хотела сказать то же самое, что и Айжан, но добавление, потому что у меня тоже были такие же ощущения и такое же впитывание, и у меня, знаете, как вот было обучение со сцены Герши Майкла, и было обучение как бы вне сцены, когда я наблюдала за учителями, за их служением, за их словами, и что мне очень поразило, насколько участвовали в процессе обучения сами учителя, например, Кони, Джон и все остальные, они отвечали на вопросы, они были совершенно... Они учились, они тоже продолжали учиться, и вот эта вот открытость учения, не то, что они учителя, а они ученики. И мне еще поразила вот доступность учителей для нас, что мы можем задать любой вопрос, но, естественно, спросить, есть ли у них время, да, выслушать меня, и когда я подошла к Джону Брейди, мне нужно было уточнить один вопрос, он просто говорит, а ты не хочешь выпить чаю в лонже, и мы с ним беседовали, и мы беседовали около получаса с его помощницей, это было невероятно, то есть, когда вот такие, или у меня возник вопрос, и тут же идет мне навстречу Питер, я говорю, Питер, можно задать вопрос, есть у тебя время? Он говорит, да, подожди, вот, и потом, потом, там было много других девочек, которые хотели задать вопрос, я сказала, хорошо, я потом, потом он сам на обеде ко мне подошел и продолжил отвечать на мой вопрос, то есть, вот такая интересная атмосфера, и то, что ты, то, что я впитывала, вот это то, как служит Тим, например, я очень, Тим, невероятное служение у него, конечно, Геши Майку, как Стэнли с его женой служит, это просто, то есть, такое вот, словами очень трудно описывать, потому что я человек энергии, вот я пытаюсь это впитать какими-то вот картинками, да, и потом, как пример, это такие огромное количество вообще всех людей, кто там находился, даже вы, девочки, вот такие огромные прекрасные примеры многих вещей, поэтому это такое двойное обучение было невероятно мощное, как я сказала, сильное, и это еще будет догонять и догонять и догонять, много-много, я не знаю, сколько месяцев, вот, главное тоже задавать какие-то вопросы, и опять же медитировать на это, что я сейчас делаю с вами, это так здорово, спасибо огромное. Спасибо большое. Да, правда, быть рядом с учителями, это огромное чудо, это удивительный праздник, и когда есть такая возможность, конечно, нужно принимать эту возможность воспользоваться и обязательно. И вопрос для нас, да, звучал так, что самого удивительного произошло. Я бы, наверное, перефразировала этот вопрос таким образом, уточнила точнее, а что-то обычное вообще происходило за это время? я бы перевернула, да, вот этот вопрос, потому что все мероприятие, это удивительное чудо, это огромное количество маленьких чудес внутри этого большого чуда, поэтому очень сложно сказать, что было удивительнее чего-то другого, но вот из таких очень радостных моментов я бы еще отметила также эта встреча с друзьями из разных уголков мира, это просто потрясающе, тем более я же не знала, приедут они, не приедут, и это были такие приятные сюрпризы неожиданные, и пообщаться с ними, ну, узнать, как дела, какие-то вопросы задать друг другу, в общем, это потрясающе. Также, конечно, вот эти медитации, которые проводили учителя, да, когда вот были занятия они очень-очень глубокие, и какие-то в этот раз были особенно удивительные, ну, вот, и для меня, конечно, такой приятный момент, я просто очень люблю отвечать на вопросы и выигрывать деньги, и даже в этот раз мои семена проросли так, что я получила 100 долларов за ответы, причем так интересно получилось, я сидела, да, близко к стене, но все равно я ответила без микрофона, а Гешила услышала, и это было, ну, очень, очень удивительно и неожиданно, я знаю, что это и получались, и чтобы это было выигрышем, это очень весело, поэтому для семян нет ничего невозможного, спасибо большое, да, это было чудесно, я согласна с Юлей, что все было восхитительно, и это сложно что-то выделить, но я хочу сказать одно, что для меня чудеса начались еще дома и до того, как я вылетела из Канады, я с кем-то из девочек здесь делилась, то, что я за сутки до вылета я пошла сдавать ПЦР, это была аптека где-то там в другой стороне города, я выхожу из этой аптеки и я вижу по диагонали через дорогу от меня я вижу буддийский храм, я в этом районе раньше, может быть, проходила, может быть, нет, я точно не помню, но я его вижу и он причем тибетский, получается, там буквы на тибетском есть на латинскими буквами и я подхожу к нему, у меня вот такие шары, ну реально шары, это даже глазами нельзя назвать, я вижу это и вокруг него ходит пожилая женщина и читает мантры и я автоматически к ней присоединяюсь и я вхожу за ней и читаю мантры тоже, 108 раз прочитала, но пока я обходила этот храм, на нем еще были вот эти штуки, я не знаю, как они называются, которые крутят еще вокруг ступы, которые ходят и я тоже ходила их крутила, загадывала желание, то есть для меня это уже был знак того, как некое такое благословение, что все, все, твоя поездка случится, я там познакомилась вот этой пожилой женщиной с пожилым мужчиной, это они уехали из Тибета в свое время в 50-х годах, жили в Непале и вот там лет 7 как в Канаде находится и потом мне удалось еще даже внутрь зайти, я не встретила, к сожалению, самого учителя, который преподает обычно, но мне удалось зайти внутрь, зайти вот в этот храм, там где все Будды стоят, такое прям, не знаю, это было волшебное ощущение, и я помню, в тот момент я сказала, даже если я не долечу до Японии, вот это само мероприятие, вот то, что со мной случилось, пока я готовилась к Японии, это уже круто, это уже вообще настолько такое приближение к учителю, поэтому после этого я уже там легко полетела и там всякие препятствия какие были, там тоже пришлось в Токио остаться на один день, а мне не запланировано, но в целом это все случалось и все происходило. Если говорить, Галина, то, что ты спросила про то, что в зале происходило, я полностью согласна с девчонками, с Сайжан, с Натальей, с Юлией, это действительно вот этот вот видеть, как такие мощные учителя, которых мы знаем, и они действительно служат там, как Элисон и Стэнли, они вот, они стопроцентно были вот в служении Гешева, да, они вот постоянно только с ним, постоянно за ним как бы смотрят, чтобы вот, как Элисон сказала, оберегают его время, да, то есть они его прям защищают, его время, чтобы он полностью делал то, что он должен делать. И больше всего, наверное, меня, что вдохновило, это еще такой момент, как Гешела сам, то есть он является примером для всех нас, в том плане, как насколько он отдает, какая его отдача была, насколько, с какой страстью он это все рассказывает, с какой глубиной он хочет это донести, и действительно такое ощущение, что он только вот мне лично это говорит, и вот я сидела с вот такими, опять же, глазами, и я не могла поверить, там были какие-то несколько сессий, я действительно сидела, и я реально сама себе говорила, я не верю, что я нахожусь вот здесь, я реально не верю, что я слышу эти слова, и я просто посвящала, 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 это просто как бы боялась потерять вообще вот это вот мгновение какое-то, вот, и мне кажется, вот этот момент, что насколько еще Гешела с уважением относится ко всем людям вокруг него, с каким уважением и благодарностью он прям вот каждого, как тоже сейчас говорили, он поднимал каждого, хвалил их, благодарил, и это было тоже так восхитительно это все увидеть, услышать, насколько вот такой взаимообмен такой идет, насколько от него идет эта благодарность, и она как к нему возвращается, то есть это действительно, как Айжан сказала, я тоже старалась, сидела, и это впитывала, впитывала, чтобы это как-то можно, можно было дальше это передать другим людям, чтобы помочь тоже и так далее, вот, одно из моих намерений было почувствовать, создать контакт с учителем вживую, потому что я первый раз его увидела, и это совершенно другое, когда мы проводим онлайн встречи, и когда это вот все здесь энергетически происходит, в моем пространстве, это так сонастроиться, войти в резонанс с учителем, и я понимала, что это такая непростая задача, но все возможно, мы верим в наши семена, и мне очень хотелось создать вот эту энергетическую связь, это знаете, как вот связь, как с вашим возлюбленным человеком, и, как я уже сказала, в Киото были невероятно успешные люди, включая, конечно же, Кешила, и вот здесь я честно вам скажу, признаюсь, что я провалилась в свою недостойность. Мой первый день, когда я увидела Кешила, меня атаковали ментальным мрачением, что я не заслуживаю быть рядом здесь с учителем, и два дня у меня было абсолютно сопротивление, и я была и в практиках, и в медитации, и силой истины, но нет, мое главное препятствие, оно серьезное в моей жизни тоже, и тогда я просто отпустила и позволила этому быть, и в последний день, на последней лекции, в последней части с утры, Кешила смотрит на меня, ну, или на других, и говорит, если вы думаете, что меня и вас там не было, в этой истории с утры, то вы ошибаетесь, мы все там были, и в этот момент я почувствовала, как у меня поднимается вибрация в теле, слезы меня накрывают, и я вижу то же самое происходит с Кешила, и тогда, вот в этот момент, и на самом деле произошла моя глубокая встреча встреча с учителем. Именно вот тогда, после лекции, я подошла подписать с утру, по которой и давалось все эти учения три дня, я сказала, я уже смогла сказать Кешила, что я была в команде переводчиков с утры, на русский язык, и он ответил, yes, I see the seeds, да, я вижу эти семена, и это было просто вау, это было настолько для меня грандиозно, это было в мой адрес, это было для меня, это было сообщение мне, и, конечно же, я почувствовала его признание, его распознавание меня, как как чего-то, как чего-то целого, ну, наверное, даже не только ученикам, и состоялась моя связь с учителем. Спасибо. Да, Оленька, очень трогательная история, и на самом деле, ну, на мой взгляд, это вот все дни этого Ламрима, это было сплошное волшебство, вот, прям буквально, ежесекундно, и я тоже, в конце была очень сильно поражена, и я также с Гешимайком плакала, когда он сказал, что, ребята, да, все те, кто сейчас, вот как он передавал с утра, помните, он посрочно ее передавал, выводилась на экран, и он пояснял, что-то имелось в виду, вот так, три дня медленно и верно мы шли по этой сутре, но он действительно завершил тем, что, ребята, если вы думаете, что вас там не было, вы ошибаетесь, поэтому, только поэтому, то есть мы все там были, он рассказал, кто, какие роли, играл, это тоже меня поразило, я также как Оленька плакала, и вторая вещь, которая меня очень поразила, кстати, Юлечка, он же тебе 200 долларов дал, а не 100, я же сделала одну с тобой, он сначала 100 дал, а потом еще 100. Это 100 было для Марьяны. Не вместе. Ну, я, видимо, не заметила этого, да, но на самом деле, вот Юля задала последний, очень ключевой вопрос, на сессии вопросов и ответов, и на этот вопрос, Геша Майкл отвечая, он, помните, закончил вообще словами, он так нас вдохновил, тема ответа, у меня возникло ощущение, что вот это вот восприятие простоты напрямую, оно вот буквально, вот через секунду со всеми с нами произойдет. Такое ощущение, что он прям, он благословил нас всех, вот просто благословил этот опыт. Он говорит, я был там, я видел это, я танцевал на этих планетах. То же самое, типа, то же самое, что произойдет с вами. И мы такие, вау, то есть вот это, вот это вот для меня было очень извинительно. Я вот с этим ощущением потихонечку и ушла с этого предприятия. Я думаю, что оно возникло у всех в Бразии. Спасибо, девочки, спасибо, Руза. Я тоже согласна, что я хочу сказать. Ну, конечно, присоединяюсь ко всем, насколько теплая Санга, насколько прекрасные отношения, насколько прекрасные люди. Но я посмотрела, как это все делается для нас. Тим бегает, организовывает. Сколько переводчиков, сколько людей, сколько техники. Мы спрашиваем, а где Питер, Мария? Она говорит, он за камерой, это наша работа на DCI. То есть я понимаю, что эти люди, они работают для нас, для того, чтобы мы изучали DCI-курсы, для того, чтобы мы слушали эти знания. И как раз Руза, вот Геша Майкл сказал, я был там, я это видел. Ну, зачем я, вы меня сейчас спросите, зачем я говорю то, что вы увидите только через 10-20 лет? Потому что, когда я вам рассказываю, вы это слышите, и это вас приводит. Поэтому мы должны слушать учителей, поэтому мы должны читать эти курсы, поэтому мы должны прикасаться ежедневно к этим знаниям. Это такая команда, и это все делается для нас, для каждого. Они очень-очень тяжело работают, многие уже реализованные, да, существуют, но они делают это для нас, чтобы мы могли это сделать. И я очень хочу вдохновить всех. Пожалуйста, давайте изучайте эти курсы, давайте посещать эти мероприятия, находить время, и тем самым, как бы, работу их поддерживать, наших учителей. Спасибо. Благодарю, благодарю за эти потрясающие рассказы, очень впечатлительно. Я хотела бы, чтобы каждый из вас дал самый главный совет для того, чтобы соединиться в живую с учителем. Я уже сказала, да, когда отвечала на предыдущий вопрос, я желаю, чтобы у всех у вас было намерение, я желаю, чтобы у вас у всех на это зависимость, всегда быть рядом с учителем. Пусть у вас будет это желание с высшей, с высшей мотивацией. Ее тоже держите самую высокую мотивацию для встречи с учителем и посвящайте это тому, чтобы все живые существа могли встречаться со своими учителями. Да, я тоже поддержу, что очень важна большая мотивация, да, чтобы это касалось не только лично вас, но и чтобы это принесло огромное счастье всем живым существам. И чем больше ваша мотивация, тем лучше. А также очень важно понимание ручки, что ручка не происходит из ручки, а происходит из наших семян, она происходит из нас. И точно так же встреча с учителем, она происходит из наших семян. вот. Спасибо. Спасибо большое. Я полностью согласна с вами. Я хочу единственное добавить, наверное, мне очень понравился инструмент, инструмент, вот в колледже на последнем, когда мы проходили пятый уровень, был инструмент «Не пытайся угадать». и как вы, наверное, все сейчас увидели из наших историй, никто из нас неосознанно не планировал поехать в Киото, осознанно там вот как-то прям не сеял семена на это, да, но семена так раскрыли, что мы все оказались там. и я очень хочу, чтобы все живые существа, все оказались рядом с учителем, но при этом, вот когда мы сеем, да, есть такая наша человеческая штука, когда мы думаем, ну когда же, ну когда же, ну когда же, вот, да, как я там, вот я пыталась попасть на ретрит, будто медицины не получилось такая, ну ладно, поеду в апреле там туда-то, опять же, в Даймонд Маунтэн, но в итоге семена раскрылись так вот совсем неожиданно, и поэтому мне кажется, наша задача это не пытаться угадать, когда и как раскроются наши семена, они могут раскрыться вообще неожиданным образом, и это будет вообще волшебно, но наша задача продолжать сеять, продолжать сеять, продолжать кофе медитировать, продолжать делать вот то, что нам нужно делать для встречи с учителем, для того, чтобы это создалось, чтобы это было, а как это уже раскроется, это действительно вот волшебство, и мне кажется, каждый из нас может сказать кучу историй своих, как у нас всякие разные волшебства происходили и во время поездки, и до нее, и после, вот, поэтому, наверное, вот это хотела добавить к советам девчонок. Спасибо. Я желаю всем найти возможность побыть в едином поле с учителем, ведь близость к нашим учителям, это улучшает нашу практику, а значит, и улучшает нашу жизнь, проверено. И на самом деле, если вы действительно хотите встретиться с учителем, и это ваше истинное желание, то все приходит для того, чтобы этому случиться. Так что желайте, мечтайте, и сейте. Спасибо. Да, Геша Майкл, помните, всегда говорит о том, что нам нужно, учитель, нам обязательно нужен учитель, то есть, чтобы учитель знает лучшее место и знает, как вас привести в это лучшее место. То есть, вам нужен человек, который уже был в этом аэропорту. Если вам нужно подняться на Эверест, вам нужен человек, который знает дорогу и приведет. Вы можете, мы сами тоже можем идти, но вопрос, дойдем ли мы. И помните, как наши учителя Геша Майкл говорит о том, как можно посеять учителя. Это просто делиться этой системой, этими знаниями. Именно поэтому так важно соединяться с учителем, чтобы создать вот эту связь, о которой говорила Оленька, и чтобы как можно быстрее достичь нашей абсолютной цели. Спасибо огромное, девочки. Я скажу из практических советов, это давать другим возможность побыть с учителем. Мы, например, с Юлей посеяли такое семя, возможность была сфотографироваться, и я говорю, давай мы сейчас дадим другим возможность сфотографироваться, сэкономим время нашему учителю. Также у меня было несколько моментов, когда я могла занять учителей, и я предоставляла возможность другому с пониманием того, что я это сею. Еще я вспомнила, мы узнали о ручке, я узнала ручке от Антона Кратосяка, и он тоже там был с Елизаветой, и я помню, что мы на DCI пять, по-моему, в Москве стоим, и я говорю, Антон, подскажи, кто мой учитель, как его вообще понять? И он говорит, ну это тот, кто приходит в тех золотой комнате. Я говорю, ну ко мне всегда приходит Геша Майкл. Я говорю, ну а как мне с ним быть близко? Я оттуда, а он вообще в Аризоне. А у меня достает ручку. Ты вообще понимаешь что-нибудь? Какая разница, где учитель? Это твой учитель. И вот это вот понимание, откуда учитель, сильное, что нас может с ними соединить. Вот это склеивает наши семена. Спасибо всем огромное. Благодарю, благодарю за ваше драгоценное время, благодарю за ваши невероятные истории. И давайте посудим это добью, чтобы каждый в этом мире встретил своего учителя. Все ресурсы, все возможности приезжать, соединяться с ним, на живых мероприятиях и быть в поле учителя. Благодарю каждого из вас всем сердцем. До новых встреч. Увидимся в других выпусках. Жизнь осянь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok